Я единственный журналист, который занимался серьезными расследованиями, который хитрился под всеми крышами поработать. Яхты у меня никогда не было, вилл не было на юге Франции. Хочешь купить себе гроб, а хочешь питайся у нас, тогда гроб тебе не понадобится. Они вроде как и Каменевское указание выполняли, и вроде меня затыкали, чтобы я не рассказывал про них. В мире воровалось 20-30 миллиардов долларов, это немного. Сейчас воруются больше триллиона долларов каждый год. Всем привет, это Forbes Capital, я Елена Тафанюк. И сегодня у нас бывший олигарх, а ныне писатель, охотник на банкиров Александр Лебедев. Александр, здравствуйте. Добрый день. Мы вчера, когда готовились к этому интервью, подняли все наши справки, исторические, Форбса, и обнаружили, что в 2004 году вы были богаче Успанова, а на пике ваше состояние доходило до 3,5 миллиардов долларов. Сейчас? Ну, я вообще никогда не соглашался с этими оценками. А мы знаем. Я же напомню, что я даже Шиллинг спросил посмотреть, можно ли через суд заставить Форбс меня выкинуть из списка Форбса. Я таки свою мечту реализовал. Я список Форбс покинул. Правда, с помощью арестованных недавно чекистов. Вот такая забавная судьба у моего положения. Ну, посовидуем, Усманова дружна, что тут можно сказать. Вам стало легче жить? Мне стало проще с людьми общаться, потому что люди все-таки смотрят на людей из списка Форбс, ну, с некоторым таким, знаете, слишком супер-сверхуважением таким. А что вы сейчас живете? Ну, у меня какие-то остались деньги, безусловно. Мы с вами говорили два года назад, и вы говорили, что у вас осталось несколько десятков миллионов долларов. Ну, так и есть. Я единственное жалею, что я как бы меньше стал на благотворительность тратить. Но, с другой стороны, я стал внимательнее относиться к благотворительности. У меня такое ощущение сложилось при изучении вашей жизни, что, в общем-то, причиной вашего падения из списка Форбс стала неудачная инвестиция в медиа-активы. Да, ну, что за ерунда? Нет? Конечно, нет. Как раз в медиа-активы все в порядке. Но мы потратили на медиа-активы где-то... Московский корреспондент. Ну, это несколько миллионов долларов. Это задачка-то он свою решал. Вы не попали в опалу после него? Ну, может быть, и попал. Ну, задача, которую решал московский корреспондент, это было изгнать мэра Лужкова. Его же изгнали, наконец, да. У вас разорил Лужков? Нет, нет. Меня его разорили чекисты, которые в тюрьме сидят от Плефортова. Они мне... Ну, и кто-то дал команду. Ну, дали команду. Воронин им дал команду, начальник управления К. Ну, Воронину тоже кто-то дал команду. Но команда эта должна была выполняться не так. Ну, вряд ли стояла задача прямо меня там разорить. А поскольку я сцепился с этими чекистами, я сделал в 2011 году фильм про управление К. Управление К, управление капиталом. Мы посмотрели миллионы людей. Я написал открытые письма, опубликовал их Бортникову, Путину. Я сказал, что эти чекисты крышуют банкиров, которые разворовывают клиентские деньги. Естественно, к одному уголовному делу, который мне состряпали по санации российского капитала, мне состряпали еще три дела. Одно вел Следственный комитет по налогам с обысками и допросами. Одно по Полонскому, где я сел на скамью подсудимых. Естественно, все это утекло в СМИ, в средствах массовой информации. Клиенты побежали забирать деньги. Мне пришлось в течение нескольких месяцев, слава богу, это было до крымской истории, мне пришлось выплатить миллиард долларов клиентам. Но для этого я продал все, что у меня было, включая за пределами банка. Все абсолютно. Все акции, всю недвижимость, все ипотечные портфели. Вы всю недвижимость продали. У вас же какое-то некоторое количество замков есть в Европе. Они вам приносят какой-то доход? У меня есть отель Шато Гюч, это исторический памятник швейцарский, который я восстановил. Он совсем был заброшен. Это середина 19 века, где многие великие люди останавливаются, начиная с королевы Виктории и кончая львом Толстым. Он приносит какую-то прибыль, зарабатывает несколько сот тысяч долларов по году. То есть это удалось построить в качестве бизнеса? Да. Практически все бизнесы я за несколько лет превратил в доходные. Они были просто моими менеджерами, плохо управлялись на самом деле. Да нет. Основой моего бизнеса был банк всегда. В банке я собирал клиентские деньги 18 лет. Они его разорили за полгода. Зачем вы его держите до сих пор? Он маленький, ничего не делает особо, но вы его не закрываете. Во-первых, закрыть банк это нелегко. При закрытии банка вам пришлют проверки всякие. Налоговую, центрального банка. Вы говорите, вам нечего прятать? Тем не менее, я просто не доверяю проверяющим. Мне нечего прятать абсолютно. Банк проверяет за три минуты. У меня нет ни копейки чужих денег. Там только мои деньги и все. Кафе «Петрушка». Мы с вами два года назад разговаривали. Я вот все вспоминаю этот разговор. И вы говорили, что вы собираетесь победить сети. Ну, не сети. Я собираюсь победить Макдональдс. То есть у меня задача покруче, чем сети. Макдональдс – это почти 70-80 миллиардов. Выручка 37 тысяч точек. Чтобы победить Макдональдс, сколько нужно вложить в кафе «Петрушка»? Вы знаете, инвестиции не такие большие. Для того, чтобы победить Макдональдс в масштабах страны, надо открыть, допустим, там 2000 фудкортов. Скажем, внутри «Карусели» и «Петерочки». Допустим, и «Х-5» внутри. Фудкорт – это там 3 на 3 метра. Средний фудкорт, вот мы сейчас окончательно сделали образец фудкорта, он стоит там 500 тысяч рублей. И главное, чтобы вы сделали вкусную линейку еды, вкусную. Иначе не подходите даже. Мы сделали вкусную. Вам удалось сделать? Она должна быть модная, она должна быть дешевая. И только в последнюю очень полезная, поскольку люди пока на это не очень реагируют. Ну, удалось. Ну, скажем, мы экспериментируем 8 месяцев в городе Нелидово. Мы взяли самый трудный город в средней полоте. Там 19 тысяч жителей, из которых 6,5 тысяч стоят на учете как малоимущие. Средняя зарплата 19 тысяч, ну, на самом деле, меньше. Это же средняя, не медианная зарплата. Есть люди, которые получают 6 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч. Жилой фонд отвратительный, просто кошмарный. Спорта никакого нет. До Москвы 300 километров. И мы сделали там красивое кафе. Предыдущий мэр, Жулик, выгнал нас на окраину, рядом с магазином ритуальных услуг. На что мы выгнали концепцию. Что хочешь купи себе гроб, а хочешь питайся у нас. Тогда гроб тебе не понадобится. Вы собирались местных женщин приучить к здоровому питанию. Да, у нас есть энтузиастов, человек 500. Мы выпустили карточки для малоимущих. Мы туда перечисляем тысячу рублей, при условии, что они у нас питаются. Это такая социальная история. Ну, карточки, меры социальной поддержки, то, что правительство собиралось сделать в этом году. 330 миллиардов они собирались отдать малоимущим. Мы почему-то не сделали. Я как раз подталкиваю правительство к тому, чтобы они все-таки это сделали. Показываю, как это работает. Пытаюсь доказать, что 17 миллиардов затрат там нет. Там мне не лежало таких затрат. Затраты будут миллиардов пять. У меня есть процессинговый центр. Вот зачем мне нужен банк. У меня есть процессинг. Я выпускаю карточки. А кроме того, мне нужен банк из таких, знаете, эстетских соображений, что я единственный банкир в России из полутора тысяч владельцев банка, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и в Монако. А я, когда мне устроили кризис покруче натурального, значит, выплатил деньги клиентам. Я, конечно, расстроился тогда, когда в 2013 году я свой бизнес потерял. Я подумал, зачем я поссорился с этими чекистами, кому я что пытаюсь объяснить эти чекисты, плоти от плоти ФСБ. Вот ФСБ их арестовало. Расскажите про чекистов. Что было? Что пришли, что сказали? Ну, они напрямую со мной не разговаривали, хотя я всех знаю, этих арестованных. Они пытались убедить его ехать за границу. Ну, Фролов. Там еще Мирошников, который отъехал сейчас в Израиль. Первый зам АСВ. Он как бы в этой команде был. Он там самый умный. Об этом писали СМИ? Писали. А какова его роль была? Ну, придумать все это, организовать. АСВ же все-таки, ну, дочищал там то, что не украдено было владельцами. В каком смысле дочищал? Это было мастер-майнд. Он все придумывал и, естественно, получал свою. В каком смысле дочищал? Что они делали? Смотрите, АСВ раньше называлась Арка до кризиса 8-9 года. И у АСВ, у Арка, где Мирошников был замом, были какие-то деньги. Они эти остатки хранили в разных банках, чужих. Они не им принадлежат. Выяснилось, что они в НРБ хранили остатки. И руководители НРБ делились с Мирошниковым, поскольку он остатки держал по заниженной ставке. Когда нам посчастливилось, в кавычках, быть первыми при санации, меня Кудрин попросил санировать российский капитал. Мы обнаружили там дырку в 6 миллиардов рублей, 200 миллионов долларов. Дырка образовалась от того, что владелец Банка и Ващенко вместе с чекистами, с этими, вынесли все эти деньги оттуда. В основном и Ващенко, но он делился. Например, был такой Сергеев генерал, бывший начальник управления банковского отдела, который дочеркальным руководил. Вот он пришел к нам получать векселя. Мы говорим, векселя-то фальшивые. Но, к сожалению, векселя мы были обязаны погасить, потому что, если бы мы их не погасили, нам бы не признали банк санированным. Соответственно, Мирошников, увидев, что денег в СВ будут давать в десятки раз больше, то есть это будут миллиарды долларов, пошел к Воронину и говорит, слушай, давай в Лебедево банк отберем, и у нас будет собственный банк. Соответственно, Воронин возбудил первое уголовное дело, скорее всего, как в воспитательных целях, поскольку у него была команда меня воспитывать, но также для того, чтобы этот банк перешел к АСВ. Что они сделали? То есть они заставили нас через Центральный банк вернуть деньги. Через три месяца, через четыре, мы вернули все деньги. Вас вот сейчас по этому делу подчеркали, но и компании привлекали в качестве свидетеля? У вас брали показания? Нет, никто у меня не брал показания. Как вы думаете, почему? Отношения с ФСБ такие, знаете, неприязненные, мягко говоря. И я не хочу никакие показания давать. Я сделаю интервью, сделаю интервью в какой-то из газет и в интервью скажу, прошу считать это заявлением в правоохранительные органы. Но мне некому подъявлять претензии, поскольку это сделано было, не отобрав, они уже меня не отобрали бизнес, они его уничтожили. Ну что тут скажешь, если бы я уехал за границу, чего они добивались, то они ввели бы мне временную администрацию, да украли бы что-то, сами там на свою руку продав это по заниженным ценам, и обвинили бы меня в том, в чем я обвинял их. Что они вместе с банкирами разорвали 1300 банков, украв оттуда 100 миллиардов долларов. Но я не убежал, остался на скамье подсудимых, и потом, видимо, было принято решение меня в тюрьму не сажать, хотя я там готовился. Почему не было принято решение? Не знаю. Вам как-то удалось при помощи старых спецслужбистских связей? Да нет у меня никаких спецслужбистских связей, перестаньте вы, это было в 92-м году, я уволился, и нету никакого КГБ-то давным-давно, просто мы же не заметили. Ну как англичане тоже, вечно, как газета Guardian написала, очень смешно, что, конечно, вот мы там подозреваем, что Лебедев все тут не совсем всю правду пишет, но читатель может, в принципе, считать его неплохим парнем. Это Люк Хардинг пишет. Однако, есть основания полагать серьезное, что это спецоперация путинского КГБ и Лебедева, чтобы подорвать свободу прессы в Англии. Однако, главным оружием Кремля, КГБ, Лебедева и Путина является Борис Джонсон, который навязывает Англии Brexit. А вот кто выбрал Бориса Джонсона? Я понял, что мне это крайне выгодно, так вот, когда пишут про меня, поэтому я Люка поблагодарил. Говорю, Люк, отлично, это и в Кремле зачтется. Вообще, я как бы при издании книжки проверял, насколько я уже могу позволить себе быть над схваткой, то есть вот, что я уже не клиент. Сейчас до книжки дойдем. Еще один вопрос по Черкалину. Короче, отвечая на ФСБ, никто меня не спрашивал. Хотя, конечно, я много чего знаю, и все мои заявления в ФСБ лежат до сих пор. Я же написал заявление тогда, в 2009 году. На эти заявления они мне ответили уголовное дело. Поэтому мне не очень охота с ними связываться, честно говоря. Хотя я очень удивлен, потому что само ФСБ себя выставило, конечно, в таком свете, ну прямо скажем. Представьте, вот что я как обыватель должен думать. Если у простых полковников, которым там 40 лет, сотни миллионов долларов в квартире валяются, то у генералов-то, наверное, миллиарды долларов зарыты в лесу. Ну вот так это или нет, я не знаю. Но сам факт, что ФСБ не побоялось чистить свои ряды. Кстати, есть слух о том, что реально денег было найдено миллиард 300 долларов. Просто нам показали не все. Почему это дело возбудили сейчас? Вот столько лет это все работало, с ваших слов. Как часы. Никто туда не верит. Ну, я надеюсь, что это и благодаря частично моим усилиям. Невозможно же это не слышать. Я ведь занимаюсь пропагандой этого много-много лет. Вообще, я смехом говорю, что я единственный журналист, который занимался серьезными расследованиями, который ухитрился под всеми крышами поработать. Разведки КГБ, списка Форбс, картофелевода, депутаты Государственной Думы, владельцы газет. Но в основном я эти годы занимался расследованиями. Я написал там где-то 100 статей от Нью-Йорк Таймс и Гордиан. Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это глобальный финансовый апартеид. Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было. В мире воровалось 20-30 миллиардов долларов. Это немного. Сейчас воруются больше триллиона долларов каждый год. Только в Африке воруются 100 миллиардов каждый год. Россия во всей этой системе составляет небольшую там 1% долю. Воруются в Китае, в Бразилии, в Мексике, в Нигерии, в Египте, в Зимбабве, где хотите. Вся эта система придумана не нами с вами, не россиянами. Она придумана западными юристами. Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти фанцеки, значит, в Панаме, все эти фонды и банки, все эти кредитсвизы и дойчебанки, отмывочные конторы. Но бенефициарами этого триллиона долларов является 20-30 тысяч человек в мире. Вы решили справедливость найти? Медийная система. Да нет, я просто рассуждаю как журналист. Я просто объективно смотрю на вещи. С миллиардеров журналисты, в общем, пришли. Ну, нормальная эволюция. Ну, какая, значит, не нужна мне больше эта крыша. Я все равно деньги тратил на благотворительность в основном. Я сотни миллионов на нее потратил, на себя я не тратил. Яхты у меня никогда не было, вилл не было на юге Франции. И даже в Лондоне у меня нет ни дома ничего там. У моего сына есть. Но вы остались заместителем главного редактора «Новой газеты». Я и акционером остался. Вы на позиции заместителя главного редактора чем занимаетесь, скажите? Пишу иногда статьи в газете. Просто пишете? Ну, да. Ну, вот я интервью недавно давал в «Большой газете». Собственно, мы с газетой затеяли кино. Мы хотим сделать помесь между «Игры престолов», «Чернобыля» и... «Корченого домика». Не-не-не, я как бы... Ну, кое-что из этих сюжетов туда попадет, да. Ну, будет серия про кредит Сьюис, будет серия про Пугачева, будет серия про Лужкова и Батурину. Будет серия про Джанил Электрик и офшоры Джанил Электрик. Будет история про финансовую и лидиковую компанию, где сто убийств про этого, который в тюрьму выдан в Россию, Аслан Гагиев, он же Игорь Морозов. Это такая история, которая дотягивается до фрау Меркель в Германии. Очень интересно. Прям вот будет история про Януковича и про его клан. Просто будет потрясающая история. Вот. И будет сто серий примерно. Сейчас работают сценаристы над сценариями, американские и английские. Работают продюсеры. Мы пытаемся поговорить с Харви Вайнстайном, кстати говоря, он не при делах. Но мы понимаем, что в Америке-то вызовет, конечно, там отрицательную реакцию, но Харви очень талантлив. Если я его заинтересую, мне нужно несколько продюсеров и несколько сценаристов. Какой бюджет всей этой истории? Ну, средняя серия будет стоить, допустим, там 300 тысяч долларов. Это художественное кино. Это художественное кино. Это даже не докудрама. Мы сначала хотели часть документальной, где я буду ведущим. Сейчас хотим сделать все документальное, то есть все художественное, но оно очень будет близко к реальной жизни, поскольку это все происходит сейчас среди нас. Все участники этих драм, они вот они. Они вот в Лондоне, в Монако, там на яхте и так далее. Каким образом вы делаете ваше расследование? Вы сам это делаете? Или у вас есть какая-то команда, которая вам помогает? Ну, конечно, у меня есть какие-то люди, с которыми я работаю. Но большую часть информации мы берем из открытых СМИ. Все равно, когда разворывается банк, и оттуда пропал хоть один миллиард рублей, хоть сто миллиардов рублей, какая-то информация будет появляться. Просто ее надо там обобщать и внимательно в деталях в этом разбираться. Но сейчас я дошел до того, я же еще пытаюсь объяснить российскому руководству. Слушайте, сделайте государственную политику по возврату денег. Не бросайте это так вот на самотек. Потому что никакая прокуратура, никакой АСВ ничего не добьется на этой поляне. Я дошел до того, что я предлагаю странам БРИКС создать специальный международный суд по борьбе с фродстерами. Это раз. Второе. Я предлагаю, чтобы прокурор Российской Федерации и министр финансов вызвали большую четверку аудиторов. Прям вызвали их и сказали, ребята, вы на российском рынке заработали 20 миллиардов долларов за последние 30 лет. Ну, примерно, там, 15. Вот эти банки, 50. Здесь везде ваш аудит. Отсюда украдено 20 миллиардов долларов. С вас 10 миллиардов. Или вам грозит уголовное преследование по закону. Ну, мы добрые люди, мы не хотим никого в тюрьму сожить. Мы с вас хотим 10 миллиардов получить. Значит, если они 5 заплатят, хорошо. Если не заплатят, их надо выгнать с российского рынка и ославить на весь мир. Это будет менее жестоко, чем и американцы поступили с Артуром Андерсом. Помните? Да. Коин Руну. Они просто его разорили, да и все. Правильно сделали. Потому что эти аудиторы являются важнейшим инструментом для вот этого воровства триллиона долларов. Они только этим занимаются. Они крышуют наряду с чекистами арестованными. Ворюк. То есть там еще и аудиторы замешаны в этой истории. Конечно. А ЦБ? Ну, надзор ЦБшный во время Насухова и Симоновского, там, и Шора, это, безусловно, была часть под чекистами крыши. Ворюк. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Сейчас Набиулина навела порядок с этим. И вообще разворовать банк сегодня гораздо сложнее. Помимо надзора ЦБ, который очистился. А кто в ЦБ? Каналы всякие перекрыты. Все территории Латвии, Эстонии. Кто в ЦБ представлял крышу? Я назвал вам фамилии. Вот эти двое? Ну, Сухов, Симоновский, этот самый Алякин, Шор. Ну вот. А Игнатьев сам просто был зицепредседателем. Вообще вот в сторону не смотрел. Там ему чекисты говорили, мы тут знаем, мы тут все там, все у нас под контролем. Потом сидели у чекистов под крышники почти во всех крупных банках. Так, наверное, это действующий резерв, так называемый. Я не брал к тебе. Ну, просто мне не нужно было. Так, и что? Вот сидит чекист в банке. Ну, смотрите, что произошло в российском капитале. Они выдали там, не знаю, пять десятков технических кредитов на свои собственные подставные компании. Часть даже через Северный Кипр. Кто они? А Ивашенко, владелец банка. Владелец. Он потом еще разворовал Липецк, Облбанк. И еще какой-то банк. То есть это все серийные убийцы банков. Там в основном такие бригады, которые не один банк разворовали. Роль ФСБ какая здесь? Роль чекистов какая? Ну, как бы прикрывать собственников. Пока они не выносят, скажем, там, 50%. За процент какой-то. Ну, конечно. Ну, грубо говоря, из 100 миллиардов долларов чекисты получили, наверное, 3 или 4 миллиарда долларов. В месяц с СБшниками. Может быть, 5. Ну, я думаю, что при определенных обстоятельствах, когда из банка выносится все прям вот подчистую, как Пугачев, например, или как Бенджабов, или как Бородин, то доли чекистов побольше. Потому что банк же начинает ясно дотонуть. Если ты оттуда выгреб половину пассива, в пассивы, да, ты привлек деньги клиентов. И положил их в карман. И отъехал от банка. И все, их нету в активной части баланса. Банк начинает наклоняться. В это время, допустим, бывшие собственники, так называемых технических собственников, вводят. Как сделал Алякин в банке Пушкина. Вот Боросимага, можно его спросить, он как раз вот там 10% зафронтовывал кого-то. Банк еще какое-то время там живет, уже с другими подставными собственниками. Но это требует крыши. Вы знаете, что Пугачев тоже с таким же тезисом выступает про Мирошникова и чекистов? Знаю, но это вранье. Я его видел, весной он меня поймал в Париже. Долго пытался меня убедить, что он жертва. И дальше сказал, что Мирошников приезжал к нему на яхту. И говорит, давай ты нам 300 миллионов заплати, мы от тебя отъедем. Мы снимем аресты, там на миллиард долларов у него все арестовано. Но я не верю в это. Он пытался заинтересовать французскую полицию. Это в рамках защиты. Ну, мошенники, например, Про-бизнес-банк, они то же самое же говорят. Да. Чекисты, слушайте, давайте зреть в корень. Сколько денег пропало в Про-бизнес-банке? Ну, миллиарды долларов. Ну, там, миллиард долларов, там, или 500 миллионов долларов. Куда они делись? Их унесли собственники, уехали за границу, а теперь они пользуются, значит, вот этой тут неразберихой и говорят, это чекисты. Чекисты как раз помогали им украсть. Это в подавляющем большинстве случаев. Может быть, один-два банка, я смотрю, какой-то банк, какой-то Сберстроительный, что ли, какой-то, там, два убежавших владельца в Америку. Они утверждают, что чекисты к ним приехали с Приньявой, они отказались, и чекисты грохнули их в банк. Ну, опять же. Все те же самые фамилии называются? Да, те же самые. Ну, давайте смотреть, деньги исчезли из банка или нет? Если исчезли, куда они делись? Это все просто, на самом деле. Ну, что я, допустим, советую А1, который, кстати, по-моему, получили подряд уже и на Пугачева, помимо Бенджабова. Ну, потому что правильная конструкция, они как бы сами платят за все, а рассчитываются из того, что они вернут. А до недавнего времени по Пугачеву АСВ платил десятки миллионов долларов Хоганз-Лавелл юристам английским. Я считаю, что нужно обратиться к регулятору английскому, который регулирует юристов, и сказать, что вот юристы Клиффер Ченс, которым условно там, или Мишкон де Рея, им платит Бенджабов. Вот вам справка из Центрального банка Российской Федерации, что Бенджабов владел вот этим банком. В этом банке исчезло 3 миллиарда, и вот эти 3 миллиарда у него найдены. У него все деньги грязные, это illegal proceeds. Поэтому запретите Мишкон де Рея брать грязные деньги. Давайте ударим по юристам, лишим их защиты, выбьем хотя бы самых хороших юристов. Потому что юристы боятся. В Англии запрещено брать illegal proceeds. Просто запрещено. Помимо этого, я продолжаю мысль, как России сформулировать политику, вернуть деньги. Начать надо с аудиторов. Дальше нужно с кредисиусом разговаривать, по-взрослому. Прямо с банком, с руководством банка. Мирошников к вам лично не приходил? Ну, я знаю его. Он очень такой хитрый, умный парень. Когда мне понадобилась справка о том, что мы санацию завершили, российского капитала, он мне дал такую справку. Хотя она противоречила позиции ЦБ. ЦБ-то с чекистами говорил, что вы там не справились с санацией. Мы справились с санацией. Санация – это прекращение оттока капитала. Мы всем выплатили, и отток капитала прекратился. Навели порядок в банке. В это время нас выгнали, и банк прицепили к АСВ. Соответственно, с тех пор туда закачано еще несколько миллиардов долларов. Представляете? Боюсь, что состояние этого банка очень нехорошее. Он все время меры какой-то государственной поддержки получает. Вот это придумал Мирошников и уговорил на это Воронина. Поэтому они такие, ребята, хитрые. Они вроде как и Кремлевское указание выполняли, и вроде меня затыкали, чтобы я не рассказывал про них. И вроде еще и банк отобрали. Ну, вообще круто. Серьезные хлопцы. Сейчас Мирошников в Израиле. Он съездил в Новую Зеландию, посмотрел, как деньги в трастах в порядке. Честно нажитые. Потом уехал в Германию, сказал, что лечит там ногу какую-то или руку. А сейчас отвалил в Израиле, справедливо полагая, что пока это все не утихомирится, его выдавать никто не будет. Хорошо. У вас какой вообще план на будущее? Вы себя видите как бизнесмена все-таки? Вы хотите вернуться или вы продолжите писать книжки? Смотрите, я в первую очередь все-таки журналист. Но я еще и практикующий бизнесмен. Мне это интересно. Я вот только что, я говорю, в Питере мы с заводом нашим партнерским спустили первую русскую Теслу, российскую. Она первая в мире. Мы полностью электрическую лодку сделали на 80 мест. Ну, это как корабль, как вот в Париже или в Москве плавают по Рэдисон, да, вот такого же рода. Но он полностью электрический. Мне это крайне интересно. Сколько вы в это вложили и какой ожидаете отдач? Я вложил немного. Я вложил там несколько десятков миллионов рублей, поскольку стоимость этого корабля, мы по Ламову делали с заводом, ну там 75 миллионов рублей. Следующий будет дороже. Он будет 32 метра и на 150 пассажиров. Отдачу какую ожидаете? Вы хотите на этом что-то заработать? Вообще в России надо менять, допустим, 200 ракет. Вот эти все, все эти устаревшие ракеты на подводных крыльях, их нужно все на металлолом отдавать. Потом куча конкурсов объявлена в Москве, в Питере, в Севастополе на дизельные корабли. Я считаю, что надо переписывать это все на электрические. Они в пять раз дешевле, они бесшумные, они экологичные и так далее. Поэтому зачем делать лодку дизельную за 300 миллионов, если можно за 150 сделать такую электрическую? Плюс потенциал экспортный, пеноменальный. Вот Копенгаген уже домен выиграл, но просто никто с доменом, это крупный очень судостроительный концерн, никто с ним и не конкурировал. А мы можем эту лодку сейчас в Копенгаген уже показать. Поэтому, может быть, вы возьмете часть лодок за счет российского экспортного кредита или на Темзе. Почему пару кораблей не сделать и не повесить на крыше и в них стендерд? Я прям вижу, как это будет. За счет российского экспортного кредита. То есть вы тут, в этой своей деятельности рассчитываете на какие-то государственные деньги? Либо тендеры здесь, либо экспортные кредиты? У государства есть деньги на экспорт, на поддержку экспортных кредитов, но нечего экспортировать особо. Вот в чем проблема. А вот мы сделали какую-то историю, которая первая в мире. Мы просто уверены, что мы первые в мире. А вы думаете, вас допустят к этим деньгам? Вы же по-прежнему опальный бизнесмен? Нет, я не опальный. Я все-таки эти годы потратил на то, чтобы как-то умиротворить. И я вообще полностью нейтралитет сохраняю. Я не критикую российскую власть. Я ее откритиковал. Все это есть в архивах. Пожалуйста, посмотрите мои интервью там многочисленные. Я от этого не отказываюсь. Но мне так покомфортнее. Но меня никто не гоняет. Я продал, например, все свои картофельные дела. Мироторгу. Наверное, Мироторг что-то там спрашивал, наверное, можно у меня покупать нельзя. Потому что была установка, у меня ничего не покупать в свое время. Но это было лет шесть назад. Прибылью продали? Да. Ну, в принципе, по сравнению с тем, что я потратил. Потратил я сто миллионов евро. Я, конечно, эти деньги не выручил. Но мне надоело и шачить на сети и на пепсико. Потому что зарабатывают на картошке только сети. И пепсико делают чипсы эти, лейс, отвратительные, которые есть нельзя. Я также серьезно отношусь к идее, что надо России прекратить импортировать цветы из Голландии. А возить их напрямую из Восточной Африки. Сделать биржу. Мы закупаем 2,5 миллиарда долларов цветов. Так вы цветами решили заняться? Нет, нет, нет. Смотрите, есть встреча Путина с лидерами африканских государств. Я высказал такую гипотезу, что, ребята, если вы серьезно хотите с Африкой что-то делать, то перемкните, напрямую возите цветы под Москву. Сделайте здесь биржу. Ну, хотя бы на миллиард долларов, если вы цветы привезли из Кении, из Уганды и из Эфиопии напрямую. А сейчас эти цветы завозятся из Голландии. В Голландию они летят самолетом, фурой с контрабасом, естественно. Ну, так контрабандисты через Беларусь это делают. Ну, для чего это надо делать-то? Тогда, если вы на миллиард долларов закупили цветы, вы точно имеете право продать на миллиард долларов туда. А иначе ничего не получится. То есть, попусту будете время тратить, значит, собирать тут лидеров африканских государств. Хотя это интересная штука. Впервые в истории России все... Кажется, у нас немножко другие интересы в Африке, не цветы. Да нет, ну вы, Попригожина, наверное, имеете в виду? Нет у нас никаких интересов в Африке пока нет вообще. Это все тоже мифотворчество. Все эти Центральная Африканская Республика, Зимбабве. Ничего мы там пока не добываем. Нас там нет. Там китайцы есть, очень серьезно. И европейцев нет, и американцев нет. На самом деле Африка потрясающий интересный континент, потрясающий. Я 20 лет там защищаю слонов и носорогов. И, кстати, я в Алуште открываю большой парк защиты животных, арт-парк. То есть, я ставлю там очень красивые арт-объекты. И к встрече президента с африканскими лидерами будет большой карнавал в Алуште. И будет открыт арт-парк. Там слоны, носороги. И тоже я серьезно к этому отношусь очень. Вы так хотите помириться? С кем помириться? С президентом. Да я не ссорился с президентом. Да нет, я же как бы саму тему поддерживаю. Я тут в данном случае не являюсь сервильным или чего-то такое. Но я считаю, что я вроде более-менее с российской бюрократией отношения отладил. Во всяком случае, меня никто не воспитывает. И никому я не нужен. И, в общем-то, и оснований-то я не даю никаких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!